Вы попали на канал Малахов Тро. Веду его я. Часто спрашивают, кто я такой. Я человек, который веду себя так, как я себя веду. Имею на все вопросы, что касается окружающего меня пространства, свое собственное мнение. Если оно вам интересно, и если я вам интересно, пожалуйста, смотрите. Пока я ходил, у меня пришли такие интересные мысли. Не просто интересные, а жизненно важные. Все мы с вами сейчас плаваем по просторам интернета. Кто-то ведет вроде меня там каналы. И сталкиваются с разного рода людьми. Которые норовят, так сказать, залашить, опустить, вывести, Бог говорит, из эмоционального равновесия. И как-то это все вроде бы нормально. Вроде как-то так нормально. Кольцо упражнение кольцо. Ага. Как бы все это нормально считается в современном этом всем, нашем обществе. Но тем не менее, тем не менее, какие ненормальности испытывают люди, общаясь друг с другом в интернете. не видя, даже не зная существования друг друга, но тем не менее, читая различные там комментарии, ответы, заявления, ну, и прочее, прочее, прочее. Человек, на которого это направлено, он испытывает, короче, важное, важное слово, это он испытывает нечто. Если это хорошее, то вот как бы в его копилочку общих, бумаги, блах, не только здоровья, общих блах, в его копилочку вот как-то это как раз что-то такое, значит, капнуло. Если наоборот, он это, его там начинают, тем более там незаслуженно обзывать, ну, короче, негатив направляет, то испытывает нечто отрицательное. Я тоже испытываю. Ну, как говорится, не о мне речь. То есть, каждый вот испытывает это, находясь на просторах интернета. Даже читая чужие комментарии, человек, знаете, прочитал их, он, как бы сказать, относящийся даже не к нему. Он либо, как бы сказать, воспаряет эмоционально, либо, наоборот, это еще его больше принижает. Это интернет. То есть, маленькое, искусственное, образование, которое показывает нам, что мы живем в большом мире, который намного многограннее, интереснее и опаснее интернет. то есть, вот так вот, связавшись с кем-то, впустил его в свою жизнь, то есть, отвечая на чьи-то комментарии, вступил с кем-то в какую-то перепалку или еще, вы тем самым впускаете его в свою жизнь. И внимание, главное, это наше внимание. и как только внимание остановилось, устанавливается канал и уйдет уже какой-то обмен между вами и этим человеком. Хороший, плохой, нужный вам, ненужный вам. И вот тут, тут будьте готовы к разного рода последствиям. Одно дело так, знаете, вот, мне понравилось в фильме тупой еще, тупее, там фраза Бандюгана, говорит, нельзя убивать того, кого не знаешь, кто это такое окажется. Так вот, нельзя, знаете, так как-то кидаться словами, кидаться еще чем-то в направлении того человека, которого вы вообще не знаете. Что это за человек? Насколько он мощен? Насколько он может послать ответ? Насколько это все может отразиться на вашей судьбе? То есть, вот смотрите, берем интернет, читаем какой-то там, допустим, комментарий, который, грубо говоря, не вяжется и просто-напросто, знаете, не по делу, чисто оскорбительный. Ага, прочитали, так, установилась связь, идет ответ, то есть, на уровне интернета это просто испытали, допустим, неприятные эмоции, а вот на уровне глобального интернета, который называется вот это наше пространство, где все записывается на хронике акаши, а как это отразится на вас? По каким-то всем этим, будем говорить, путям, дорожкам все это будет. насколько вы там завяживаетесь с этим человеком, и потом это не сегодня, не завтра, а, допустим, может быть, через год, а может быть, даже через десять отразится на вашей судьбе, и отразится так интересным образом, что вы даже не ожидаете, и вы даже не понимаете, с чего все это началось, а? Поэтому будьте очень осторожны с интернетом, со своими высказываниями, раз вас не видят, значит, можно бросить все, что угодно там, куда-то туда, знаете, пространство, оно потом соберет аналогичную информацию и придет к вам опять, и что вы будете делать? Вот, поэтому, поэтому, я не зря, так сказать, вернее, не зря мне был дан такой стишок оттуда, я его просто записал, я тайну слова постигаю, которым Бог творил миры, оно во мне, я это знаю, чудесной, дивной красоты, оно снова существа и заставляет сердце биться, любить, творить и верить в жизнь, что вечно, вечно, вечно длится, его я вспомнил, произнес, и чудо дивное случилось, свет счастья брызнул из меня, и время юности явилось, теперь живу, люблю, творю, а слово храню, 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 как вот, маленькая модель интернет показывает, что вы тут сидите, и только, какую-то информацию только набрали, раз, и по ссылке вам только, опа, там, статья вывалилась, видео вывалилась, там, лекция вывалилась, или еще что-то, так вот, так точно, наше необдуманное действие в общем пространстве, где липики записывают хроники Акаш, каждое слово, каждое помысл, все это записано, и придет время, а оно обязательно придет, такого, быть не может. Когда все, что мы сделали, когда все, что мы выдали, надумали, наговорили, наобщались, за все это придется отвечать. Все это, так или иначе, повлияет на нашу судьбу, создать соответствующие ситуации, и получим, получим то, что имеем. То есть, каждый человек, находясь конкретно в данной ситуации, он ее наработал своими до всей своей жизни, мыслительным процессом, словами, делами, и всем прочим. И теперь вот находится вот так вот. Вот. Еще раз заканчивая нашу беседу, скажу, Будьте осторожны с интернетом, потому что большой интернет под названием Вселенная, он все наши ходы записывает, а потом так очень хитро проявляет счет. за счет которого вы будете возвышены в обществе, не обязательно в этой жизни, в следующую, последующую, либо брошены в такую ситуацию, в которой будете отрабатывать и думать, а почему же вот такое вот со мной приключилось, а выключилось оно потому, а это потому я как раз вам сейчас и объяснил, насколько у меня хватило знания и умения. И мне хочется дополнить наш вот этот разговор, потому что как бы сказать, ты вошел в поток и мысли полились, полились информация. Главное подключиться к этому. вот и здесь даже не важно, что вы там грубо говоря связались с человеком, который по своим наработкам и энергетике превосходит вас во много раз и якобы вы от него получите. Да, вы можете от него получить, но не в этом даже дело. главное, что наше вот это вот гавканье, понимаете, на моске, на слона, оно уже записалось. И вот именно за это, за это придется отвечать. силен там человек, на которого вы там что-то там сказали, не силен. Главное вы свои, как бы сказать, свою сущность, вот именно интересное слово, сущность у человека, она может быть и добрая, и любящая, может быть гнилая, враждебная, понимаете. О, какие слова мне пришли. Вот, свою сущность показали в пространстве и записали, записали гниль вот эту. И, естественно, гниль вы и получите. И жизнь-то нам дается для того, чтобы вот эта гнильца, которая у нас имеется у всех нас, чтобы она за эту жизнь хоть как-то там уменьшилась. Чтоб не добавилось тому радости, понимания, любви, осознания, понимаете. Вот таких вот интересных вещей добавилось. Ну, вот, такое дополнение. Вот, видите, бродит душа в потелках. Не знаю, откуда податься. Вот так точно и у каждого. Вот так вот. в бирже. Вот так вот. Продолжение следует...